Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тарас Степаненко. Сегодня мы будем говорить о работе региональных парламентариев. У нас в гостях заместитель председателя Курской областной думы Владимир Борисович Иванов. Здравствуйте! Владимир Борисович, перед тем, как мы начнем с вами разговор, хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Значит, звоните по телефону 70 35 15. Мы постараемся ответить на все вопросы, которые нам зададут телезрители. Давайте начнем с прошедшего в Москве съезда партии власти. Коротко, если о своих впечатлениях поделитесь. Ну и, конечно, интересует вопрос тех проектов, которые обсуждались, тех проектов, в которых будет участвовать Курская область. Может быть, уже участвовала. Ну, ощущения по съезду, я вам скажу, я не на первом съезде, уже далеко участвую в нашей партии, достаточно высокий уровень оптимизма, который звучал и в докладе, в основном докладе, который сделал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, и в прениях, и на дискуссионных площадках. То есть ощущение полное того, что действительно дно кризиса пройдено, есть хорошие перспективы, есть проблемы. И нас сразу председатель партии настраивал, считайте, что санкции никогда никто и не снимет. Давайте работать так, как можно, из худших условий исходных. Поэтому вот главное впечатление – это настрой хороший, хороший посыл к предстоящим делам. Оценка деятельности партии населения нам дала хорошую, это тоже способствовало поднятию настроения. В этом в отчетном докладе были отмечены результаты пятилетней работы до перевыборов, которые сейчас были. Были намечены задачи, как выполняется программная установка партии, над чем надо работать в плане выполнения посланий президента, проанализированы первые месяцы работы Госдумы нового созыва, где, как вы знаете, у партии конституционное большинство. Отмечены основные направления развития партийного проектирования. Вот подробнее направление. По партийному проектированию, да. Мы знаем, что в области действует целый ряд партийных проектов, и зачастую довольно успешно. Ну, о том, что сделано, мы уже неоднократно говорили. И я мог бы остановиться на новых направлениях, которые предполагаются сейчас. С 2017 года. Уже с 2017 года. Ну, во-первых, было решено, в решении съезда записано, что провести в течение буквально ближайшего месяца полный анализ исполнения действующих проектов, посмотреть, какие, может быть, уже решены вопросы, и они не нужны, какие новые надо вводить. И уже сейчас обозначено несколько новых проектов, и по ним уже пошла реализация конкретная, ну, например, сельский дом культуры. Вопрос давно уже озвучился. Да, вы знаете, вот мы когда проводили выборные кампании, ну, буквально в каждом сельском совете задают вопрос, что нам с ними делать. Ведь они на финансировании сельсоветов, как правило, там денег лишних нет, и вопросов, проблем очень много. Так вот, когда мы анализировали основные темы, что нам задавали избиратели, естественно, мы транслировали в Москву, они объединены, и вот выявлен целый ряд направлений, которые общие для всей, можно сказать, Российской Федерации. Вот один из таких моментов. Принято решение, запускаем партийный проект «Сельский дом культуры», и уже первые средства, бюджет выделил. Решение об этом было принято буквально на фракции, заседании фракции совместно с председателем партии перед принятием второго чтения бюджета государственного. И уже в бюджете нашло отражение. Мы, комитет культуры наш областной, буквально новогодние каникулы провел за составлением заявок по этому проекту. Пока немного, около 40 миллионов вместе со финансированием области. Но вместе с тем работники культуры приняли решение закупить инвентарь, каждый район, там полтора-два миллиона уже появилась возможность хоть что-то сдвинуть. Проект пятилетний, и задача стоит с тем, чтобы к концу исполнения проекта вывести дома культуры «Сельский» на хороший уровень. Вы сказали, 40 миллионов пока. То есть, возможно, будут и другие деньги. Это вот первый посыл, который оперативно был изменен бюджет во втором чтении, и выделены 31 миллион со стороны Федерации, и 19% софинансирования. Мы на областной думе приняли по представлению губернатора софинансирование с нашей стороны. Вот 40, там с небольшим миллионов, уже пошли. Вы сказали об одной программе. Это один из таких проектов. Второй проект «Городская среда». Касается двух направлений деятельности. Это благоустройство дворовых территорий, то есть мест общего пользования. И буквально сегодня в новостях Медведев на заседании правительства очень подробно об этом говорил. И это касается благоустройства парковых зон, малых городов. В малых городах тоже бюджет малый, как мы знаем, и тоже есть проблемы. И вот наш руководитель проекта ездил в специально парламентские слушания. Гурин Дмитрий Васильевич, депутат областной думы от нашей фракции. И уже сегодня он информировал нас, что поступили лимиты бюджетных осигнований. Сейчас они распределяются по районам, по городам, в том числе и на город Курс. Там приличная сумма на УПК, она не затверждена. Но речь идет о десятках миллионов рублей, которые пойдут на благоустройство дворовых территорий. Еще один проект – это Народный театр. Он у нас в Курской области не очень распространенное явление. И сейчас Комитет культуры, я думаю, предпринимает меры, чтобы на этот статус вывести какие-то художественные самодеятельности, где ставят постановки, но они не обладают статусом Народного театра. И здесь на постановочные все вопросы тоже дополнительно небольшое финансирование пойдет. А основное решение, мы ожидаем, Генсовет будет в феврале месяце, который определит, какие еще новые проекты пойдут на федеральном уровне. Ну, в принципе, это разговор будущих встреч, будущих эфиров. Сейчас хотелось бы немножко посмотреть на год прошедший, 2016-й, насыщенная работа, богатая различными принятыми решениями. Ну, что бы вы выделили как некий итог работы Курской областной думы в 2016 году? Ну, достаточно я бы выделил согласованные действия фракции, которые позволяли эта деятельность оперативно реагировать на задачи, которые перед нами ставили. Ну, не секрет, что принятие бюджета – один из основополагающих законов, и Дума над ним работает. И, например, и прошлого года, и этого года принять основной бюджет всегда проблематично, всегда масса критики по нему, но он должен быть сбалансированный. Без бюджета мы работать просто не сможем, и просто-напросто мы потеряем авторитет в глазах федеральных структур, и тогда на различные виды материальной помощи рассчитывать не приходится. Так вот, корректировка бюджета многократно проходила. Именно потому, что мы находили возможность увеличить его, причем все в большую сторону. Так и сейчас. Поэтому из числа законов, их более 113 законов, 113, по-моему, законов было принято, 216 нормативных актов было принято прежним составом Думы. Один из основных – это, конечно, работа над бюджетом. Ну, были выделить какой-то закон, более важный, менее важный. Все они направлены на то, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность населения Курской области и в той или иной степени влияет на эти вопросы. Вот я хотел бы услышать ваше мнение по ряду интересных вопросов. Вот пример создания платных парковок в городе Курске, в областном центре. Решение принималось городскими депутатами, но так или иначе у депутатов Курской областной думы было и свое мнение, и так или иначе надо было принимать решение по штрафам. Вот расскажите подробнее. Ну, действительно, городские депутаты, городская администрация приняли решение. Это их полномочия, определены места платных стоянок. Они посчитали, что так нужно в городе для того, чтобы лучше обеспечить транспортные проблемы, обеспечить другие проблемы, связанные с очисткой улицы и так далее. Это их полномочия. Они приняли это решение, и мы не имеем права вмешиваться и отменять эти решения. Другое дело, что размеры штрафов за нарушение этих положений устанавливают по статусу областная дума. И вот здесь у нас возникли некоторые, будем говорить, вопросы к решениям городских депутатов. Областная дума долго не принимала? Долго не принимала, потому что первоначальный вариант, в каком нам принесли, мы сказали, что в этом варианте, на наш взгляд, устанавливать штрафы, то есть загонять людей в штрафные санкции, когда безвыходная ситуация, ну, просто неразумно. Ну, город услышал нас, вы знаете, вот сначала стоянка была на Красной площади, ее убрали, по улице Ленина, в проекте были платные стоянки, их убрали. Ну, целый ряд там согласований шел. В конечном варианте городское собрание, а оно обладает законодательной инициативой, привели нам, принесли проект закона, и там было указано сначала там 2000 штраф, потом мы сказали, что это много, значит, полторы тысячи, и за повторное нарушение 2000 штраф. Ну, мы задали вполне, на мой взгляд, резонный вопрос, насколько обеспечена возможность гражданина не нарушать. Если я въезжаю со стороны Тима или там у Руйновки, к Красной площади или к центру города, где я могу оставить машину, чтобы не нарушать и на штрафстоянку не попасть, или тем более на оплату у меня денег на это, допустим, нет. Поэтому мы до тех пор считаем, что пока город не обеспечит обустройство всех перехватывающих парковок, создающих возможность для хранения машин на дальше общественном транспортном центре передвигаться, штрафы должны быть минимальными. И согласительная комиссия привела к тому, что понятие повторное нарушение из закона вообще ушло, и штраф мы установили минимальным в размере тысячи рублей. Когда город обустроит остальные наши требования, можно будет уже для нарушителей более строгие меры, на наш взгляд, принимать. И другой вопрос, тоже вопрос 2016 года, важный, резонансный. Это вопрос запрета спиртосодержащих настоек, тем более, что депутаты отправляли обращение и в федеральный центр. Ну, так оно получилось. Действительно, мы эту проблему видели. И комитет Думы тогда инициативу проявил председатель комитета Панибратов, член нашей фракции, подготовил обращение в правительство, председателю Совета Федерации, председателю Государственной Думы, министру здравоохранения с просьбой запретить реализацию спиртосодержащих через автоматы, уменьшить возможную емкость до 0,25 и ниже, чтобы, ну, применяли по назначению, что называется, все эти спиртосодержащие настойки. Мы 12 декабря приняли это обращение, и так получилось, что в Иркутске вот эти известные события 17-го или 18-го начали развиваться, после этого уже соответствующие решения правительства пошли, поэтому я думаю, что не столько наше обращение здесь сработало, сколько чрезвычайно тяжелой ситуации, которая сложилась в Иркутске. Ну, давайте теперь поговорим уже о 2017-м. Уже определены приоритеты работы и основные точки, на которые будете обращать внимание в работе областной думы? Приоритеты, вот вы знаете, для нас, депутатов, членов фракции, приоритет – это исполнение наказов избирателей. Для этого надо законы, для этого надо финансирование и так далее. И сейчас идет самым активным образом работа над наказами избирателей. Их очень много. И если в прошлые годы мы по годам формировали постановлениями, а в 2013-м году закон первый приняли, то теперь мы на долгосрочную перспективу, на три года все это делаем. Наказов в ходе избирательной кампании были даны тысячи. Сейчас мы эту работу систематизировали. Сейчас мы ее вывели уже на уровне комитета, сегодня крайнее заседание бюджетного комитета было, он рассмотрел эти наказы. 3-го числа, февраля месяца, ожидается Совет Думы, который принял решение направить эти наказы в администрацию области, потому что там большинство наказов требует определенных финансовых инвестиций. Кроме того, есть уровни муниципальные, есть уровни региональные, есть и федеральные уровни. Вот мы отсылаем эти наказы в муниципалитеты, отсылаем в администрацию. Месяц нам дается на того, чтобы провести определенные дискуссии, доказать их необходимость принятия. И я думаю, что в марте месяца мы уже выйдем на принятие закона по наказам избирателей. В каком окончательном виде он будет? Трудно сказать, но то, что закон этот начинает работать, в прошлом СССР, думаю, мы убедились, я уже об этом говорил, 81% наказа был выполнен. Хотя поначалу все считали, что там цифры очень большие. Но в течение двух-трех лет, если целевым образом работать, наказы исполняются. Поэтому для нас сейчас приоритет это подготовка закона по наказам избирателей. Другие направления, в ходе принятия бюджета на 2017 год и на три года вперед, было очень много дебатов по возможным резервам бюджета, где можно еще дополнительно, какие средства привлечь. И вот буквально завтра у нас заседание Думы, где я внес предложение проведения правительственного часа, на котором отчитаются основные наши службы, которые занимаются доходной частью бюджета. И это будет и налоговая федеральная служба наша отчитается, отчитается комитет экономики, который занимается прогнозированием. Я думаю, что и комитет финансов завтра мы предоставим возможность выступить в контрольно-счетной палате. Именно тематика такая. Возможности привлечения дополнительных возможностей наполнения бюджета. Есть целый ряд направлений, где, на наш взгляд, сегодня еще мы не все сделали для того, чтобы наполнить бюджет. Ну, например, у нас налог на имущество, которое идет в муниципальное образование. У них самая большая проблема сейчас у них. По нашим оперативным данным, еще не со всех районов мы собрали, сотни зданий и сооружений, в которых проживают граждане, числятся незавершенным строительством по 25 лет, для того, чтобы не стать на учет и не платить налог на имущество. Вот одно из направлений. У нас есть в бюджетном кодексе такая статья, которая обязывает платить налог на доходы физических лиц и часть налога на прибыль в бюджет региональный от тех подрядных организаций, которые зарегистрированы на территориях других регионов. Ну, например, «Газпром» у нас заказчиком выступает, строит газопроводы, строит подстанции, спорткомплексы, торги проводит у себя, побеждает на торгах какой-нибудь регион, Челябинский условно, говорили еще кто-то. Здесь определена подрядная организация, вот так вот, на налоги должна платить здесь. Когда мы запросили из налоговой данной, у нас возникли сомнения, а все ли тут зарегистрированы, как положено. У нас большие инвестиции идут по линии станций замещения атомки, подрядные работы большие идут, у нас большие инвестиции идут по линии мира торга, вот недавно Александр Николаевич, губернатор, говорил, там больше 170 миллиардов объем инвестиций. Я могу продолжить эту перечень, вот мы намерены более глубоко эту тему изучить. Ну, я могу продолжить, но время, наверное. А как вы относитесь к резонансному проекту федерального закона, который предполагает изъятие квартир у должников за услуги ЖКХ? Ну, насколько я помню, там не только за услуги ЖКХ, там просто, если ты должник, то ты должен отдавать свой долг. Лишишься квартиру. И как вариант можешь лишиться своей квартиры. Вот о чем речь идет. Я сам закон не читал, но комментарии по нему я в интернете смотрел. Там условия целый ряд. В проекте закона обозначены, что если у тебя большая квартира, двукратно превышающая норму, установленную в данном регионе, а мы знаем, у нас на одного человека 18 метров, если у вас трое живет, то, соответственно, это 56, двое, это более 100 метров, то вам будет предложено продать свою квартиру, купить меньшие площади и рассчитаться с долгами. Вот о чем смысл этого закона. И я, знаете, могу приводить и живые примеры, когда по наследству досталась 4-5-комнатная квартира путем объединения нескольких квартир в одну. Ну, кто-то в свое время это смог приватизировать. Платить за коммуналку нечем на одну пенсию живет, но вместе с тем продать квартиру, купить себе двухкомнатную тоже в центре и рассчитаться с долгами. И мысли такой нет. Наверное, в этом есть какое-то разумное зерно. При этом, безусловно, должны быть сохранены и в тех проектах, что я видел, это предусматривается право оставить жилье, хоть оно единственное, оно должно быть оставлено, там, по-моему, месяц или три месяца дается на приобретение жилья, должны даваться деньги, если ты сам не принял решение обменять свою большую на меньшую. Вот так. То есть не стоит вопрос, насколько я понимаю, изъять у тебя жилье и делать, что хочешь. Нет. Там социальная защита предусматривается. Но сам смысл того, что за долги надо платить, ну, для меня это неоспоримый, например, долг надо всегда отдавать. 2017 год объявлен Годом экологии. Если коротко о том, какую важность эта тема имеет для Курской области, все-таки не зря объявил президент Годом экологии. Президент, я считаю, в очередной раз принял правильное решение. Конечно, новая зона не с состоянием экологической безопасности в Курской области, а в целом по стране. Я много ездил по стране, я видел, что творится и на Байкале с целелложным комбинатом, я видел и другие проблемы. Конечно, эту проблему надо решать. И в части спасения от всех этих наших отходов и флоры, и фауны, давайте вспомним, того же экзепери, мы в ответе за тех, кого приручили, помните, маленьком Бринце. За это надо отвечать, поэтому и запущены целый ряд программ по спасению редких животных. И, безусловно, надо практически меры принимать по сбору твердых бытовых отходов. Те сотни тысяч гектар, которые под ними сейчас выведены из оборота, находятся рано или поздно, мы просто задохнемся в этом. Тут требуется решение как федеральных законодателей, так региональных. Безусловно. Тут даже не столько решения сейчас нужны, сколько конкретные действия. Решения, в принципе, есть все. Нужны инвестиции. В Курской области у меня есть анализ сравнения состояния экологической безопасности. У нас далеко не самое тяжелое состояние, но вместе с тем есть проблемы. Сейчас запущена, я знаю, первая линия в Октябрьском районе сортировки мусора, твердых бытовых отходов. Работы ведутся в Железногорском районе, вторая очередь в Октябрьском районе планируется. Еще целый ряд мероприятий это по переработке отходов. Есть программа, разработанная в Курской области до 2020 года. Надо наши задачи депутатов отфинансировать ее в полном объеме как заложенное при принятии бюджета. И добиться ее исполнить. Если я не ошибаюсь, то есть и программа экологической безопасности. Я про эту программу и говорю. Она принята в области, по ней работы ведутся, не случайно заработали вот эти фабрики подготовительные. Ну, вот обеспечить ее финансированием, да, это очередная задача и для администрации, безусловно, для депутатского корпуса. Еще бы научить местных жителей не выбрасывать мусор. Очень много надо чему учить. Поверьте, я это кемо помню прекрасно, еще в далекие 90-е годы. Мы по-кордскому насчитывали более 370 стихийных свалок. Владимир Борисович, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Наш эфир закончился. Спасибо большое за содержательную беседу. Спасибо. Да, наша программа завершилась. Оставайтесь с телеканалом СЕЙМ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова